Здравствуйте, меня зовут Сайора. Я училась в филиале Российского государственного университета нефтегаза имени Ивана Михайловича Губкина в Ташкенте. Я по образованию экономист и до сегодняшнего дня я вот уже много лет работаю в своей сфере деятельности. Я очень люблю свою работу и всегда стараюсь развиваться в своем направлении. Приблизительно полтора года назад моя мама увлеклась плетением мебели в технике макраме. Именно большими подвесными гамак-шатрами, подвесными креслами и подвесными качелями. Они были настолько уникальные и красивые, что я была просто поражена красотой и изяществом данных изделий. И тоже увлеклась этим делом, тоже пробовала и в свободное от работы время занималась и помогала своей маме. Моя мама также очень любила этим заниматься, продолжала. Изначально все это начиналось как хобби, то есть плетение для себя. Но потом мы подумали и решили, что все-таки было бы неплохо превратить это в какую-то деятельность, расширить, масштабировать. Потому что мы хотели показать людям, насколько это красиво, насколько это комфортно, эффектно, удобно, изящно. И что это уникальная деталь для любого дома и удивить любого человека. В марте этого года родился наш бренд. Основной мастер является, конечно же, моя мама, но мы также вместе с ней плетем наши изделия. И в большинстве случаев я занимаюсь, помимо того, что мы плетем изделия, я занимаюсь еще и продвижением нашего бренда, рекламой и различными съемками. После окончания вуза я, конечно же, работала в своей сфере деятельности. И ничем другим дополнительным я не занималась. И вот совсем недавно мы начали увлекаться данным видом искусства и создали вот такой наш бренд. Макраме – это техника плетения узлов. Имеется два основных узла в макраме. Это репсовый узел и квадратный плоский узел. И мы готовим все свои изделия своими руками, придумывая различные витиевые узоры. И всегда стараемся придумывать что-то новое и интересное. Наши основные изделия – это подвесные гамак-шатры, кресла и качели. Данные изделия эффектно впишутся в любой интерьер и будут комфортно смотреться как в доме, на балконе, на веранде, так и в загородном доме, на даче. Все наши изделия плетутся из гамакового шнура, которые выдерживают различную нагрузку, могут сохранять свой изящный вид при воздействии любых окружающих воздействий. Также гамаковый шнур имеет ряд преимуществ. То есть он очень прочный, на разрыв выдерживает 150 килограмм, устойчив к ультрафиолету, то есть он не выгорает на солнце, не теряет своих качеств со временем. И его очень легко очистить любым мыльным раствором, даже самые светлые оттенки. Также помимо шнура у нас имеется основа, каркас для наших изделий. Это металлические кольца, которые устанавливаются в основании наших изделий. Они выдерживают вес также до 150 килограмм, имеют антикоррозийное покрытие, и мы еще дополнительно их обматываем скотчем для полной надежности. И благодаря своему размеру, то есть в диаметре 110-100 сантиметров, в них очень удобно сидеть. Ну и особый комфорт нашим изделиям создают наши мягкие, как облако, подушки с роскошной каретной стяжкой. Мы их производим, шьем сами, из очень качественных материалов. И по желанию клиента мы можем также выбрать водоотталкивающий тканик. На изготовление одного изделия приблизительно уходит от 10 до 15 дней. В зависимости от того, какое изделие выберет наш клиент и нет ли у нас сейчас на данный момент какой-либо заказ, который мы изготавливаем. И наши клиенты также могут приобрести уже готовые изделия. Когда мы рекламировали нашу продукцию, очень многие нам писали о том, что хотят обучиться данному виду искусства. На тот момент мы не собирались обучать и не сразу обратили внимание, что очень многие хотят обучиться данному виду искусства. Прошло какое-то время, люди не переставали просить обучить их нашему искусству. И пришла идея все-таки создать мастер-класс. Данный вид искусства, он подходит как и для совсем юных девушек, так и для женщин преклонного возраста. И женщины в декрете также могут заниматься этим видом искусства. И самое главное, каждый из них может зарабатывать. Наши мастер-классы, они разработаны очень понятно, где показан каждый этап плетения качели. Наши ученики могут пользоваться им всегда. То есть он остается у них навсегда. Наша первая продукция стоила немного дороже, чем сейчас, потому что на тот момент мы закупали наши материалы немного дороже. И поэтому так такового дохода мы не получили. Это было в процентном соотношении где-то приблизительно 10%. Я могу сказать, что на доход можно выйти уже с первым изделием, потому что ручной труд очень ценится и высоко оплачивается. То есть вы можете приобрести мастер-класс, купить материалы, сплести изделия, поставить свою цену и продать. Мы в основном рекламируем нашу продукцию в Инстаграм. У нас есть Инстаграм-страничка, но также есть, так сказать, сарафанное радио, которое помогает нам приобретать своих клиентов. Это также наши знакомые, друзья, которые стараются нас всегда поддержать. Вообще начинать было достаточно сложно, потому что наш основной материал – гамаковый шнур. Мы не могли найти в Узбекистане и приходилось заказывать его за границей на сайтах. И на этих сайтах не было всей палитры цветов, которая была нам нужна. Нам приходилось ждать приблизительно две недели, что, конечно, затрудняло и нас останавливало. Были большие трудности с этим. Еще одной проблемой, с которой мы столкнулись, оказалось производство наших металлических изделий. Оказалось, что в Ташкенте не каждый цех художественной ковки может произвести нам данные кольца по приемлемой цене. То есть, либо у них нет оборудования, либо же их не устраивала та цена, по которой мы хотели приобрести. Но со временем мы все-таки организовали бесперебойную поставку всех материалов, как для себя, так и для наших клиентов. И теперь, когда они приобретают наши мастер-классы, они могут приобрести мастер-класс, и все нужные материалы также у нас. Многие спрашивают у нас, за сколько можно обучиться плести наши изделия по нашим мастер-классам, и насколько это возможно, особенно для новичка. Мы можем с уверенностью сказать, что вы можете обучиться нашим изделиям буквально за 10-15 дней. Но это, конечно, зависит от способности человека. Наши онлайн-мастер-классы – это полноценные уроки от подбора материала до последнего узелка. Он подходит как для опытных мастериц, так и для новичков. Даже если вы никогда не занимались макраме, вы легко справитесь с плетением любых наших изделий. У нас нет работников, так как мы пока справляемся с нашими заказами сами, самостоятельно. Но в ближайшее время, так как наш бизнес растет, мы все-таки думаем, что будем расширяться и нанимать людей. То есть это будут как мастерицы, так и те люди, которые будут помогать мне продвигать наш бренд. А также есть наши ученицы, которые, покупая мастер-класс, они могут плести наши изделия и уже зарабатывать с этого вида искусства. Это наш семейный бизнес, то есть мы занимаемся плетением с мамой вместе. И помимо этого нам помогает наш брат в случае возникновения каких-либо проблем с установкой или креплением наших изделий. Если говорить о ценах, то, например, это наше изделие стоит миллион восемьсот сумм. Мы имеем с него доход приблизительно в 30%. Расценки других изделий зависят от дизайна самого изделия, от размера изделия и от сложности плетения. С тех пор, как мы начали продвигать свой бренд и открыли свою страничку в Инстаграм, мы получаем очень большое количество положительных отзывов от наших подписчиков, от тех людей, которые просто за нами наблюдают. Очень много красивых пожеланий. И, естественно, нас это очень сильно мотивирует. Мы очень рады, что наша работа очень нравится нашим людям, нашим, так сказать, подписчикам, покупателям. Так как мы стараемся все-таки найти подход каждому клиенту и сделать все для того, чтобы он остался довольный. То есть все его желания, которые он хочет увидеть в изделии, мы стараемся воплотить в жизнь. На сегодняшний день у нас очень много заказов. Так как каждое изделие требует изготовления в течение 10-15 дней, то мы иногда просто не успеваем. И приходится делать записи наших клиентов на какой-то продолжительный срок. Но мы стараемся, конечно, делать все вовремя и стараемся как можно быстрее исполнять все наши заказы. И у нас есть индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. В зависимости от того, какой цвет выберет наш клиент, какой дизайн он хочет, какой размер он хочет, мы все это обговариваем заранее, обсуждаем это все. И когда уже приходим к определенному решению, мы начинаем изготавливать наши изделия. Конечно же, хотелось бы выстратить больше времени на развитие нашего бренда, на то, чтобы изготавливать как можно больше изделий, различных моделей, чтобы показать нашим людям, что можно плести в стиле макраме, и как это красиво и уникально. Для меня хороший день – это когда наши клиенты довольны. А это значит, что мы вовремя сделали наши изделия, мы выполнили все в хорошем качестве и смогли доставить от нашему клиенту. Мы развили свой бренд и привлекли людей, заинтересовали их, развивая свой бренд и создавая что-то новое и уникальное. Мне очень нравится одно мудрое высказывание Уинстона Черчилля, где он говорит, что успех – это способность двигаться от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. И еще одно выражение, которое приблизительно звучит так, что не каждый человек может создавать великие дела, но каждый может создавать дела с великой любовью. Учиться, я думаю, нужно как и у себя, так и у других людей. Конечно же, личный опыт, он имеет большое значение, например, в том, что вы можете выявить свои какие-то положительные и отрицательные стороны, а также найти индивидуальные решения для возникающих проблем. У других же людей вы можете научиться не совершать их ошибок. В идеале сочетание саморазвития и обучения у других людей. Чтобы добиться цели, нужно сочетать упорную работу и, конечно же, стратегическое планирование, а также уметь в свое время, наверное, ухватиться за свою удачу. Успех – это, конечно же, работа над собой. И когда ты работаешь над собой и никогда не сдаешься, то обязательно к тебе приходит и везение. На сегодняшний день наше государство активно поддерживает бизнесменов, и особенно тех, которые только начинают. И мы, конечно же, не остались без внимания нашего государства. Мы очень часто участвуем в различных ярмарках, на мероприятиях, где можем демонстрировать наши изделия, рекламировать себя и рассказывать людям, какие изделия мы плетем и как красиво они могут украсить свой интерьер. Если вы сидите дома и раздумываете, начать ли свой бизнес и как это сделать, могу вам дать несколько рекомендаций. Первое – это начните с чего-то небольшого, например, с какого-то маленького проекта. Не обязательно браться сразу за большие проекты. Возьмите что-нибудь маленькое и почувствуйте, действительно ли это ваше, и действительно ли хотите заниматься этим делом. Начните с того же макраме. Можете начать с каких-то маленьких изделий и попробовать себя в этом виде искусства. Используйте свои увлечения. Если вы любите делать что-то своими руками, это большой плюс. То есть вы это можете использовать в том же макраме. Учитесь и развивайтесь. Посещайте мастер-классы, покупайте онлайн-уроки и всегда находитесь в состоянии обучения. Не бойтесь ошибаться. Вначале может казаться, что ничего не получается, но если вы не будете сдаваться, то в конечном итоге вы поймете, что можете достигать больших успехов. И главное – не бойтесь начинать, потому что маленькие шаги могут привести вас к большим успехам. Помните, что каждый мастер когда-то начинал со своего первого узла. На сегодняшний день в нашей республике очень много возможностей и большая есть поддержка для начинающих бизнесменов. Поэтому это еще одна мотивация – не бояться и двигаться только вперед. И, конечно же, не сидите дома, зарабатывайте свои миллионы и помните, что все в ваших руках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!